Дорогие друзья, сегодня 31 декабря Извините, пожалуйста. Илюша, ты что, извините. Мне страшно. Как тебе, Низка? Зачем ты церковь? У вас сколько лет? Уважаемые судьбы, приходите на вагонные нападатели в столом детских. Спасибо. Ой, красавица. А хороший знак-то получила. Какой? Мороженое по лицу? Для кого-то получить по лицу – это перц судьбы. Ой, ладно, да бросьте. Брошу. Брошу карты. Карты всю правду расскажут. Что был, что есть и что будет. А жених тебе изменяет. Что за чушь? И собаку-то купишь. Спасибо, но я не люблю собак. А я не говорю, что ты полюбишь собаку. Я говорю, что ты ее купишь. Я поняла. Значит, ждет меня долгая дорога, тарифовый король и казенный дом, да? Правду говоришь, будет дом, но только разнесешь ты его в дребезг, а потом забудешь все. Ладно, с наступающим вас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, конечно, сегодня. Как и договаривались. Я свое слово держу. Ну, хорошо. Только не опаздывай, и у нас и так будет мало времени. Да. Всё, у меня важная встреча. Самое важное в этот день. Я просто соскучилась? Да. Ты какая-то встрёпанная. Да, я встрёпанная. Потому что два часа шоппинга в мегаполисе, для меня это слишком. Ты же навешь. Ну, поехали домой. Прости, у меня возникла неожиданная встреча. У тебя одни сплошные неожиданные встречи. Руслан Анатольевич. Алена, что, пришли? Веди переговорную. Я сейчас приду. Выйдешь? Вижу. Обещаю объявиться ещё в этом году. Спасибо. Я теперь уже. Кстати, купила всё? Считай, что твои стейки из мраморной говядины уже готовы. Отлично. Всё будет хорошо. Пока. Я вот не понимаю, они что думают, что мы на работе тобой акуратор здесь будем торчать? Не мой акцент. Я свалю. У тебя хорошо. У тебя крыша. А за меня наступиться некому. Ты, кстати, с Русланем будешь справлять? Нет. Руслан говорит, что нужно подождать. Нельзя, мол, так бросать. Нужно выбрать момент. Человек болеет. Нужно подождать, пока он не здравит. Не по-мужски. Так что отметим в мегаполисе за семь часов раньше. И там поедет к своей, как обычно. Ладно, пошли. Может быть, и я четырёх отстреляюсь. Что ты так устала? Хорошо. Хорошо. Договорились. Руслан. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан Сергеевич, вот справка по форме банка. Вы ещё просили 2 НДФЛ. Очень хорошо. А страховку принесли? Извините. Да. А выписки из продовольствия? Да. Кофе, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. Извините, я здесь пакет забыла. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот этот? Да, спасибо. Пожалуйста. Я могу вам чем-то помочь? Подскажите, пожалуйста, а где... Что простите? Ничего, с наступающим. Спасибо. Взаимно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да. Здравствуйте. 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 Я просто вас увидел и решил сделать... Сделать мне предложение? Да. В смысле? Нет, не вам, но своей девушке. Я просто хочу подарить ей на Новый год это кольцо. Хорошо. Что от меня требуется? Я хочу, чтобы вы померили его. Просто у вас... Давайте. Одинаковые руки. Ну, пальцы. Я за рулем. Да. У вас с моей девушкой похожи руки и... Начнем наш новогодний обед. Ну, почему же обед? Между прочим, Петропавловский и Камчатском сейчас полночь. Так что, по Дальневосточному времени у нас ужин. Очень хорошо. Замечательно. Не жмет? Девушка! Ну, оплачивать будем? Или полицию будем вызывать? Если бы я мог изменить время... Да, говорю банальности, но иногда в банальности столько сакраментального смысла... Мне уже смахнуть слезу и... Подожди. Сейчас. Вот, Жанна. От всего сердца с любовью. А у меня для тебя тоже есть подарок. Девушка, вам что-то нужно? Ах, Лиза! А ты как здесь? А я тут... Подожди, ты же должна быть дома. Можно? Спасибо. Спасибо. Алло. Алло. Игорь, а ты где? Меня часто уже жду. Верочка, привет, моя хорошая. Слушай, я просто решил кое-что купить и... А тут просто... Подожди, а что купить? Я уже все купила. А ты в курсе, что у нас самолет через три часа? Да, в курсе. Веронька, миленькая, через полчаса буду. А, Руслан, ты меня не познакомишь с девушкой? Да, конечно, это Лиза, Елизавета, моя невеста. А это моя Жанна, в смысле не моя, а моя это... А чья же Жанна? Я нашел, я вижу, вижу. Все, пока. Пока-пока, скоро буду, все. Алло, я с тобой разговариваю, кого ты нашел? Алло, Игорь! Блин, ты где? Встань, пожалуйста. Лиза, ты... Все не так? С Новым годом! Я ей перезвоню... Кольцо. Ах, да. Кольцо. Что это такое, молодой человек? Извините. В чем дело? С Новым годом! Девушка! Девушка! Красивая. А вы, простите, пожалуйста, вы мне кольцо не сняли, не отдали. Кольцо, мерзавец! Мерзавец! В смысле? Не снимается. Давайте я попробую. Не надо. Не надо. У меня руки замерзли. Может быть, в машине? В машину сядем? Садитесь. Уважаемый. Уважаемый покупатель. Переходите на вагон в податки. В салон, детский товар. Дайте податки радости. В салон, на путь, салон, отойдите удажаем. Извините. Времени нету. Девушка, давайте я попробую. Вы не волнуйтесь, я аккуратно. Я же архитектор. Больно? Извините. Давайте быстрее, пожалуйста. Слушайте, я пытаюсь. У вас палец замерз. Вы хотите кольцо снять или костер разжечь? Послушайте, я не виноват, что у вас такая рука. В смысле палец такой. Ну, кольцо такое неснимаемое, извините. Да, мое солнышко, привет. Я уже здесь, совсем рядом. Слушай, я не просто быстро, я лечу. Вер, ну зачем ты кричишь? Ладно, сам виноват. Так, у вас есть вода? Здесь у меня ничего нет. Слушайте, есть один способ, я его видел в кино. Нужно взять палец и засунуть его в рот. Зубами тянуть кольцо на себя. Ну, слюна обволакивает палец, проникает под кольцо и, возможно, можно будет снять кольцо. А? Вы шутите? Вы попробуйте, я отвернусь, я не буду, не буду смотреть. Я не могу, потому что у меня с детства рвотный рефлекс. Других вариантов у нас нету. Нет, они должны быть, потому что я этого не сделаю. Думайте. Спокойно, спокойно. Меня зовут Игорь. Я Лиза. Как Елизавета все рую. Как Елизавета Первая. Очень приятно. В смысле, приятно познакомиться. Давайте я помогу. Давайте, давайте. Кольцо. Лиза, вы простите меня. Я понимаю, что у вас произошла драма. Возможно, даже семейная. Ну… мне правда жутко неудобно перед вами. Вы пострадавшая. Извините, потерпевшая. Вы опаздываете к невесте. Да. И я бы ей все объяснил, если бы… Ну, просто ситуация заходит в тупик. Вы… Поехали. Спасибо. Поехали. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, привет, ребят! Это тебе! Держи! Это тебе! Спасибо. С Новым Годом! Спасибо вам, Елизавета, вы мне очень помогли. Вы даже представить себе не можете, что сейчас будет. Моя невеста, если она заведется, это просто ураган. Камни на камне не оставят. Как вы. Ну вот и она. А, нет, Ромка. Да хоть Петя. Алло! Алло, Игоряш! Привет, это Ромка! С наступающим! Да, спасибо тебе, дорогой. Тебя тоже с наступающим. А, передам. Хорошо. Ты Надюшку тоже поздравляй. Обязательно. Ну чё? Вы когда улетаете-то? Да, скоро. Вот подъезжаю. Да, а потом сразу в аэропорт. Ладно, давайте. Ты это, целуй всех. Увидимся, когда вернемся. Пока. Вера, это ваша невеста, да? Да. Вера, моя невеста. Мы просто хотим Новый год встретить на Багамах. Ну, и вот я кольцо, Багамы. Хотел сделать сюрприз. Ну, а вещи ваши где? Или все вещи при вас? Нет. Мои вещи у Веры. И документы, и вещи. Документы, это правильно. Чтоб не сбежал. Нынче мужчинам доверять нельзя. Будете под присмотром эфира. Лиза, ну, кому-то можно доверять. Кому-то нельзя доверять. Смотря что доверять. Что можно доверить и вам, Игорь? Мне? Ну, например, Багамы. Еще раз поздравляем наших радиослушателей с Новым Годом. И продолжаем нашу музыкальный выработку. Тебе Горяха привет передала поздравление. Он сейчас за Верой летит, потом сразу в аэропорт. Как тебе это платье? Отлично, Надюш. Нет, это не годится. А если это? И это тоже, Надюша, отлично. Где же моя бритва? Надь, где моя бритва? Рома, ты когда-нибудь научишься порядку, а? Не знаю я, где твоя бритва. Не знаю, я куда ты ее положил. Не знаю, зачем ты на Новый Год в командировку едешь. Что это за командировки еще такие? Новогодние. Ты что, зайчонок, что ты кипятишься? Ты же знаешь, меня повысили, и поэтому... Земля повысили. Ты что, прикалываешься? Мы же с тобой вчера об этом говорили, я раньше рассказал, что меня повысили. Я теперь старший аналитик. Это ответственность, соответственно, какие-то обязанности, да? Или все-таки это, как думаешь? Ну, и я-то тоже отлично, Надюша. Тебе совсем на меня наплевать. Что ты все заладил? Отлично, отлично, отлично. Надь, да ты во всех своих платьях отлично выглядишь. Чего ты волнуешься? Ты будешь самой красивой на своем корпоративе. Дорогой мой, я иду не на корпоратив. Я иду произвести впечатление на вице-президента. И должна выглядеть на все сто. А ты и так выглядишь на все сто. На все сто грамм. Обожаю твой народный юмор. Вот только кроме меня он никому не нравится. Может быть, поэтому ты так и не можешь получить повышение. Я и получил повышение, Надюша. Я нашла твою бритву. Послушайте, мне кажется, это плохая идея. Пойдемте, все будет хорошо. Ну, если ваша невеста не поймет. Вера замечательная девушка. Вот увидите, как она будет смеяться. Очень слушная. Ты в своем уме? Ты что творишь? Ты обещал приехать через час. Ты приехал знаешь через сколько? Вера, пожалуйста, успокойся, Вера. Через три! Вера. Ничего не говори, пока я тебя не задушила. Правда, не надо ничего говорить. Ты испортил Новый год, к которому я готовилась в детство. Дед, Вера, ну какого детства? С раннего. Я всем подружкам и знакомым рассказала. Некоторые из них даже завидовали. Видишь, два чемодана сзади тебя. Обернись. Вон, два. Вот в них вещи, целиком и полностью куплены на последние три мои зарплаты. Мои. Чего? Ты что, шутишь, что ли? Нет. Да. Вера, послушай меня, пожалуйста. Елизавета, можно вас, секунду, пожалуйста? У меня... Это что такое? Я хотел тебе сделать сюрприз. Это что такое? Я тебя спрашивала. Вот он, мой сюрприз. Сюрприз, понимаешь? Ты наглый и циничный подлец. Вера, ты просто все неправильно поняла. Не трогай! Ты меня неправильно поняла, Вера. Вон дошел. Вон я тебя отсюда! И вещи свои забери! Быстро! Счастливого пути! Счастливого пути! Счастливого пути! Счастливого пути! Счастливого пути! Пожалуйста. А куда мы едем? А мы просто едем. У вас, наверное, планы на вечер? Да. У меня грандиозные планы на вечер. Наверное, такие же, как у вас. Нет. Я еду домой. Ну вот, у нас есть мальшрут. Отлично. Лиза, я живу далеко, так что не надо. Да и неудобно мне. Ну что вы? Почему вам неудобно? Вы лгали своей девушке? Нет? Вы изменяли своей девушке? Нет. Почему вам неудобно? Все в порядке. Вы, главное, дорогу показываете, а все остальное не волнуйтесь. Все хорошо. К тому же, нам нужно разобраться с кольцом, не так ли. Нет. Ну, может, я, конечно, не прав. Может, надо было раньше сказать. Я не хотел ранить. Хотел поступить по-мужски. Чего не поделаешь. Судьба все расставила по местам. Все и всех. Все и всех. Да давайте уже двигайтесь. Плетутся, как неживые. А куда мы спешим? Жить! Жить с тобой мы спешим. По своим местам спешим, на которые нас расставила судьба, по твоей версии событий. Руслан, а почему ты на меня кричишь? Я в чем виновата? Ты ни в чем не виновата. Я злюсь на себя. Я не знаю. Может быть, все же поедем ко мне? Я тебя успокую. Я же сказал нет. Почему? Мне нужно встретиться с Лизой и проговорить все до точки. Это повторяю. Я тебя отвожу и сразу домой. Но ничего, до Нового года еще времени много. Ну да, успею расставить все точки на две. И сразу к тебе. Милый. Ну ты же меня знаешь. Сразу к тебе. Слава Богу. Слава Богу. Родом! Так это же Лиза! 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 Что такое? Мужик? Не видишь, ломался! Давай убирай корыто! Объезжай уже! Лиза! Что это было? Кажется, я сбил Деда Мороза. Кого? Что? Я кто водить учил? Ты что делаешь-то? Не двигается! Живой? Живой и пьяный! Дед, ты как? Пальцем, пальцем пошвели! Живой, однако! Я не пьяный, я сказочный! Чего ж ты побежал-то? Да я видел, как этот парень на красный выскочил! Ага! Все! Цел! Говорю, в ГАИ надо звонить и в скорую! В полицию надо звонить! Какое ГАИ? Какая полиция? А какая скорая? Они пока доедут, околеют, дед! Ага! Я лучше его домой отвезу! Врачи среди вас есть! Теперь машины записать надо, а то мало ли, выбросит где-нибудь на дороге! Правильно, запишите номер! Я вам даже свой номер телефона отдам! Вы позвоните и узнаете, что все в порядке! Дед, ведь ты в порядке, да? Кивни, кивни головой! Вот видите, все в порядке! Лиза, тьфу, Жанна! Давай поможем! Возьми, пожалуйста, посох и мешок! Ребят, помогите! Доведем машину, а от нас разберемся! Понимаем! Идти можешь? Дорой, молодец! Дорой в порядке! Богатырь! Давай! Сейчас тебя отвезем! Куда надо! Возьми посох! Так! Ребят, спасибо! Вот! Держи, держи! Спасибо! Не беспокойся! Все будет хорошо! Возьми, возьми, возьми! Возьми! Так! Все! Все! Садись! Все, ребята! Расходимся! Непонятно! 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 Ты хоть видел, что с машиной? Я даже не посмотрел! Я тоже! И откуда ты взялся, дед? Из Лапландии к детям! Куда тебя везти? В Лапландию, что ли? А? Может, больницу? Ага! И что я им скажу? Меня там и скрутят! Ладно, отвезу его домой! До завтра проспится! Ничего и не вспомнят! С Новым Годом, страна! Отец, скажи мне адрес! Адрес! Дом, улица! Моя адрес не дому и не улица! Мой адрес – Советский Союз! А вот и приехали! Хорошо у вас тут! Тихо! Ну да, тихо! Эй, привет! Что случилось? Папа ёжика выгнал! Ёжика? В смысле? Сказал, чтоб я его на улицу унес! И оставил! А лучше вообще в лес подальше! Ёжик ведь замёрзнет, погибнет! Ну… Ёжик! Да, понимаешь, ёжики живут в лесу! Может быть, ему там будет лучше? Так это не ёжик! Это же моя собака! Я её просто так назвал! А-а-а! Ёжик – это собака! Всё, теперь я понял! Значит, твой отец выгнал собаку! Угу! Она замёрзнет и умрёт! Ну да! Ну давай тогда я возьму твою собаку! Правда? Правда, правда! Я никогда не вру! Значит, вы её у меня купите? Что ты сказал? Вы купите ёжика? Подожди! Я же спасаю твою собаку! Ты же не хочешь, чтобы она замёрзла? Не хочу! Ну? Ну, я просто хочу себе другое животное – рыбку! Рыбку! Да, ну её же отец не выгонит! Она же, в принципе, лаять не будет! Ну и в тапке тоже не будет! Да, какое забавное отношение к животным! Да! Ну а сколько стоит твоя собака? Тысячу рублей! Тысяча рублей? Ну, рыбка без аквариума, в целлофановом пакете – семьсот! Вот! Семьсот рублей! У меня только карточка! Ясно! Семьсот, говоришь? Ага! Держи! Спасибо! Стой, а как её? Подожди, где твоя собака? А, ну, помогите вы защите! Вы хрюкните, и она прибежит! Вот поводок! Спасибо! Спасибо! Как он нас? А? Ну, не нас, а вас! Держите! Считайте себя полноценной хозяйкой собаки! Подождите, я купила собаку! Ёжик! Причём очень странную собаку-невидимку, но я купила собаку! Я видел, видел! Я же свидетель! Дедушка, скажите, пожалуйста, ваш адрес! Адрес, пожалуйста! Ну, это настойчивое! Хочешь выпить? Э! Держите его! Тише, тише, тише! Дедушка! Дедушка! Адрес, адрес! Весёлые двадцать! Чё? Весёлые двадцать, кажется! Ну, это рядом! Спасибо тебе, Господи, хоть на этом! Сейчас дедушка вам подарки будет дарить! О! О! Смотри! Смотри, какая киска! Красивая! Почти как ты! Бери! С Новым Годом! Так! Сейчас мы и тебе чего-нибудь найдём! О! Да, угомонись, дед! Ха-ха-ха! Козёл! Ну, не знаю почему, но это тебе! Жан-жан! С Новым Годом! А это вот наша ягода! Дед! Успокойся! Наша северная ягода! Красиво! Понимаешь? Сядь, сядь, пожалуйста, на место! Сейчас доедем, и у тебя будет северная ягода! Да! Мне, наверное, пора! У вас очень красивый дом! С наступающим! Да, вас так же! Лиза, спасибо огромное, что вы подвезли! Приезжайте как-нибудь навестить ёжика! Всё-таки ваша собака! А-а-а! Возможно, но думаю, что навряд ли! Я чуть не уехала с вашим кольцом, причём второй раз! Ну и славно! На самом деле, пойдёмте пить чай! Как раз отогреемся и снимем кольцо! Ну, хорошо! А-а-а! Проходите! Дорогой! Здрасте! Здрасте! А вы кто? Я, похоже, не вовремя, да? Похоже, и я не вовремя! Девушка, а вы кто? Я? Подруга хозяина! Лиза, это какое-то недоразумение! Сами вы недоразумения! А вы кто такие? Послушайте, во-первых, это мой дом! Я всё поняла! И вам повезло, я не понял! Я пойду! Под-подождите! Я не хочу ждать, у меня уже была одна интересная сцена сегодня! Нет, уже она была, вы же знаете… Вы знаете… Девушка, я не знаю, кто вы! Я тоже не знаю, кто вы! Что? Что случилось? Это… Что? Там собака, большая собака, он существует! Я понял, ёжик! Ёжик где-то здесь, я не знаю, здесь или не здесь… Ёжик! Ёжик! Ну и где он? Хрюшка, похрюкайте, может быть он затаился или сбежал куда-то… Ёжик! Нет никого! Вы боитесь собак? Я очень боюсь собак с детства! И не только собак! Давайте не будем об этом! Лиза, я правда не знаю, кто эта девушка, это какая-то загадка! Послушайте, я вам верю! Вы что, не видите, что я очень доверчивая? Да! Не уезжайте, пожалуйста! Ну вы что? Куда я уеду? У меня… у меня ваше кольцо, которое я уже битый час снять не могу! А ещё этот ёжик где-то здесь! Куда я уеду? Лиза, я хочу вам сделать предложение! Уже? Нет, ну то есть да, но другое… Ну то есть, давайте мы сначала разберёмся с девушкой, потом с собакой! Девушка, собака… А? Хорошо! Нет, ну я вам серьёзно говорю! Пойдёмте, пойдёмте! Девушка! Ну и где она? Не знаю! Вы где? Девушка! Подруга хозяина, вы где? Девушка, милая, очаровательная, пожалуйста, откройте, мы знаем, что вы там! А вы всегда начинаете с этой фразы? Нет, не всегда! Ну… Девушка, уверяю вас, что это мой дом! Это надо ещё проверить чей это дом и… Кто вы такие? Это мой дом и у меня есть… Я могу даже показать вам документы на этот дом! И немедленно вылезаете из моей ванны! Сейчас! Намылись только и выскользнула! Девушка, а как вас зовут? Рита! Маргарита! Лиза, очень приятно! А вот молодого человека зовут Игорь, и он хозяин дома. Вы же хозяин? Да, я хозяин дома! Я правильно понимаю, что вас сюда пригласил молодой человек, чтобы отметить Новый год? Да! Но сам не приехал? Да, привёз, уехал и… Я ждала его, а тут вы… Как снег на голову! Маргарита, ну извините, пожалуйста, что мы тут нежданно, негадно! Извините, вы бы предупредили, что собираетесь встречать Новый год здесь, я бы подготовился! Подождите вы! Рита, давайте вы всё-таки выйдите из ванной, мы сядем и что-нибудь вместе придумаем! Послушайте, Елизавета, я ничего не хочу придумывать! Меня интересует только одно, почему он не приехал, а вместо него приехали вы! Он обещал и не приехал! Да кто он-то? Кто он? Рома! Роман! Рома! Рома, это мой друг! Ну, до момента, он направляется в командировку! Вот я и есть его командировка! Командировка! Это мой друг. Это был у scrapeшихся. Сczarп, у него был секунда, за сколько? Он приобрететл! Подвал relieки новиков, это было на NOС, присутствует��라고요. Это было достаточно чем по дорогу, но до 15 лет масляные камня. Ум�리 мое 했는데 неostалось бы так, что не хватало разрешено! Здесьpersonal достаточно много fantasило Да! Эта идея ющish х abdom dentistировка! Продолжение следует... 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот с таким человеком я живу. Весь дом перебил, всю мебель переломал. Не разобрался, не выяснил, что к чему, кто с кем. Будь здоров. Так а что тут выяснять-то? Как что? Нет, ну сегодня да. Ну ведь это не только сегодня. Так было всегда. Не разбираясь, лезет в драку. Вот. И вы уж простите меня, Лиза, но Захар мой бывший муж. Бывший. Я свободная женщина. И могу встречаться с кем захочу. Правда, Ром? Да вот именно. Не-не-не, не сюда. Игорь, давайте все-таки ваш макет туда поставим. Там и свет правильный, и стена южная. При чем здесь стена-то? Этому макету ничего не поможет. Рома, помолчи. Ты ничего не понимаешь, а Лиза специалист. А что, если мы перестановку сделаем? Нет, Игорь, перестановку мы делать не будем. А вот Захара надо пересадить к елке. Да. Что она правильно сидит, это не по фэн-шуй. Да и выход загораживает на террасу. Лиза, это классика. Это самооборона. Елочка, в лесу она росла, И много-много радости детишкам принесла. Слушай, шеф, остановим магазин, принеси нам радости. Прекратите оба. Сейчас выкину вас из машины. Выкинет. И вновь бросится искать Лизу. А потому что он не привык, чтобы его бросали. Он ведь всегда сам бросал, оставлял. А тут найти его самого, про меня и непонятно кого. Руслан, а вот скажи, что будет, если ты ее найдешь? Что? Руслан, что будет? А ничего. А ничего, как прежде, уже не будет, Руслан. Вот он не хочет этого принять. А принять надо. Принять надо. А мы и примем. Надо принять! Надо принять! Ай, я потеряла голову. Руслан, я голову потеряла! Жанна, закрой окно. Стоп, 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 вот так. Мармелад хотите? У-у-у-у! Нет! Угощайтесь! Нет, спасибо. Вы думаете, это простой мужик из деревни? Нет, это филолог. Человек с двумя высшими образованиями, тремя книгами по философии и одним размягчением мозга. Он реально больной? А как можно объяснить то, что этот человек свою молодую жену и увез в деревню, в глушь? Он что, сектант? Нет, он фольклорист. А как она то знала? Следил за мной? Следил, спрашиваю. В комнату мою заходил? В шкаф мой залез? Шарил по сусекам? Шарил? Шарил? Ноутбук мой нашел? Нашел? Всю переписку мою читал? Рита, да он вас с полуслова понимает. А что тут странного? Под одной крышей столько лет живем. А вы что, вместе до сих пор живете? Пока да. Он ведь дом разменивать не желает. Говорит, что это разорвет землеумудренные чары, которыми наш дом оклуботан и который охорону дает от всякой нечисти и чернухи. Захар, вы ее жену потеряли. Вот-вот. Чернухи какую-то боитесь. Вот именно. Чего? Женат ей что? Спокойно. Вон, поглядите. Человек тоже был женат. Теперь сидит, развлекается. Ага. Рита, мне кажется, вам нужно переодеться. Спокойно. Слушайте, хорошо, что мы его связали. Слушайте, хорошо, что мы его связали. Жан, вот твоя голова. Мы спешим. Руслан! Что здесь происходит, а? Руслан! Здесь происходит жизнь! Руслан! 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 Так, поворачиваем, поворачиваем. Стоп! Еще чуть-чуть. Так. Обратно. Не-не-не, в другую сторону. Стоп! Чуть-чуть ровнее. О, отлично. Совсем другое дело. Ну, много лучше. О, ну, это же вообще прекрасно. А то, знаете ли, были как красная тряпка или быка? Быки страдают потанопией. Чего? Они дальтоники, не видят красного. Рита, в этом платье-то еще прекраснее, чем в том. Ну? Да, вот Захар так и не смог понять, что мне не нравится сидеть в избе и пялиться в поле. Мне хочется сходить в кино, в театр. Посидеть в ресторане. Выпить чашечку кофе. Не знаю, уехать из города. Вдали от суты, мне кажется, это как-то по-настоящему, даже как-то лирично. Я согласен, Лиза. Мне кажется, в Захаре есть какая-то поэзия. Да какая поэзия? Нецензурная. Но ведь поэзия. Да? Этот поэт тебя чуть только что не задушил. Ничего? Вот именно. Искусство требует жертв. Ой, ну какое искусство? Сплошные жертвы. Ну вот что? Ну вот что? Опять не так. Что? Ну я же переоделась уже. Рит, мне кажется, ему очень жарко и он хочет снять тулу. Ну? Так его же для этого нужно развязать. Нет, не надо. Вы что, посмотрите на него. Может быть опасно. Ребят, ну ладно вам, ну погоречился человек. Ну бывает. Ну конечно. Чего-то не убил другого человека. Бывает. Четверых. Вот именно. Чем более. Рит. Рана. Ну извините, Захар. Вы раздеваетесь в следующий раз, когда... Игорь, ну что же вы издеваетесь? Ну ему очень жарко. Ему хочется снять этот чертов тулуп. О, а у меня идея. Надеюсь, он за бритвой пошел. Ну, не хочу я искать Лизы. Ух, к тому же она все равно ехала с другим мужиком. Да пускать! Правильно! Пускать! Лиза, что же с тобой? Да? И если ты сейчас немножко успокоишься, то мы отвезем Лиза к Морозу и сразу едем к тебе. Да? Ура! Ура! Мы едем встречать на Мороз! Ну все. А теперь машинку. Да. И где он? Где старый хрыч? Стой здесь! Стой здесь, я сказал! Вы Деда Мороза не видели? Нет? Ой! Ну что, так получше? Теперь, по крайней мере, ему не жарко. Слушайте, а он не простудит? Не знаю. Послушайте, а что мы будем делать? У нас до Нового года осталось всего ничего, а у нас праздничного стола нет. Так, ребят, здесь есть недалеко магазин. В принципе, мы... Я могу состоять компанию. Да, мы с Ромой мусор выкинем. Ты знаешь, Рома, где мусорники? Знаю, конечно, там он во дворе. Только там собака ходит. Ёжик не кусается. Кто сказал? Народ говорит. Давай проверим. Ром, давай, собирай мусор. Слушай, а что там с Захаром-то делать? Мы его прям так и оставим сидеть одного завязанного? Нравится его век, Лед. Слушай, зато тебе нравится его жена. Перестань, бывшая. Они живут под одной крышей. Хватит. Рита? Ой, послушай, Рома, включи ему телевизор. Посиди, пусть ничего с ним не случится. Койн. Дело мое. Ну и куда ты ползешь? Слушай, мне надо идти. У меня цель. Сдаюсь. Цель у нас с тобой одна. Встретить Новый год в комфортных условиях. А ты знаешь, как цели подкрадывается пиздец? Как то? Пиздец подкрадывается. Жена, по-пластунски, быстро-быстро, а потом как крикли. С Новым годом! С Новым счастьем! Жанна, Жанна, помоги мне этого старого идиота поднять, и будет нам счастье. Да все, уже война закончилась. Я не пойду никуда, я не пойду. Пойдем. Я не пойду никуда, я не пойду никуда. Помогите! Вставай, вставай. Покежаю, где-то мороза, покежаю! Тяжело, собака. Давай. А у вас тут правда очень красиво, тихо, так свежо. Как вы нашли такое место? Это не я, это родители. А родители где? Или вы уже успели им сообщить, что не летите на Багамы? Их не стало, когда я еще учился. Мне очень жаль, простите. А ваши родители где? Мои родители в Мичуринске. Они моряки. Моряки в Мичуринске? Да. Папа капитан дальнего плавания, а мама бухгалтер в порту. Где, в Мичуринске? Слушайте, что вы привязались к Мичуринске? Да, в Мичуринске. Они уже на пенсии, живут в родном городе. Там, где живет моя бабушка, мой дедушка, моя прабабушка, мой прадедушка, мой дядя. Почему вы остановились? Жду. Чего? Когда вы перечислите всех до седьмого колена. Да, у меня большая семья. Завидую. Всегда мечтал иметь большую семью. И что же вам мешает? Не знаю. Вектор мечты сбился. Я сам. Понятно. Ну, сейчас вроде все налаживается. Далеко еще до магазина? Почти пришли. Пойдем. Тихо. Да я молчу. Я слышу звериное дыхание. Так это я дышу. Захар так же дышит. Когда думает. А Надя вообще не дышит. Когда думает. Она замирает вот так, в одну точку ставится и думает, думает, думает. А Захар вообще думать не любит. Хотя голова у него варит. Будь здоров. Да. К нему мужики приезжают со всей области за советами. И он всем помогает бесплатно. Я ему сто раз говорила. Открой кабинет психолога. Психолога? Он же филолог. Филолог. Он своими речами мудреными так людям мозг вправляет. Да. Мужики пить бросают в деревню. А я вот, кажется, начну скоро из-за своей, Надя. Мужика же просто комплекс неполноценности может развиться. Ты представляешь, если у бабы все время получается? А вот за что не возьмется, все у нее выходит. Знаешь, как это бесит? Не знаю, что это. Шестое чувство? Интуиция какая-то. Да. Пойдем. Холодно. Да. Ну, пошли. Угу. Тихо. Слышь? Тут самолет летит. На юг, наверное. Руслан Эдуардович, судя по вашей визитке, вы довольно обеспеченный человек. Угу, безусловно. Что ж, не могли Деда Мороза на дом заказать? Я же вам объяснил, мне Дед Мороз на дом не нужен. Почему вы тогда похитили его? Да не похищал я его, я просто хотел его посадить в машину. Кто вам дал права сажать Деда Мороза? Сажаем здесь мы. Безусловно. Я из Лапландии. Приехал поздравить вас с Новым годом. Дед, дед. Да, 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 дед, я спрошу. Да, мы похитили Деда Мороза. Да. Но сначала мы его задавили. Жак. Потом мы его погалечили. А потом напоили на шокол. Нет, пусть говорит. Очень интересно. Безусловно. Ой. Слушаем вас. Очень внимательно вас слушаем, мадам. Игорь, у тебя дверь открыта. Игорь. Игорь. Мужчина, кто вы? Кто-кто, лось с рогатой, с рогами в пять локтей, приберз сюда, чтобы трофеем на стене висеть? Муж я обманывал, ты не видишь, что ли? Все, все понятно, мужчина, хватит. Значит, у девушки Игоря еще и муж есть. Как его связал-то? Ну и Игорь. Игорь, я иду наверх. Красивый мост. Да. Я построил. Да? Да? Нет. Ну, пытаюсь произвести на вас впечатление. Произвели. Надеюсь, хорошее? Хорошее. Лиза, я давно вам хотел сказать, ну, не то чтобы давно, на самом деле совсем недавно. Просто мне кажется, в нашей встрече, на самом деле, не случайно. Ну, то есть, не только... Сейчас. Игорь, что вы хотите сказать? Я не знаю. Ну, нет, я знаю, но я пока не очень понимаю, как. А вот Рома бы ответил стихами? Рома стихами? Знаю его стихи. Я, на самом деле, тоже могу срифмовать. Срифмовать что? Лиза, вы мне очень нравитесь. Когда вы улыбаетесь. Как-то так. Мне кажется, наши мандарины премерзают к мосту. Самооборона была? Нет, нет, я так не думаю, я просто хотела вам помочь. Сейчас я наклоняюсь и беру. Может быть, вам помочь? Нет, пойдемте. Уверена? Да. Нет, так он, хочешь, ты как хочешь, а я все-таки развяжу его. Собака по двору бегает свободно, а я родного мужа держать, связанного буду. Бывшего. Ну, какая разница? Ну, ты решай сама. Но я бы не стал этого делать. Неизвестно, что от него ожидать. А что это ты смеешься? Радуется. Что радостного у тебя в жизни? Ну, радуется, что мы нашли друг друга. Да нет, не радуется он. Что-то произошло. Да ладно? Что могло произойти? Да он просто ревнует. Ну, пусть немножко поревнует. Ему полезно. А, Ритуль? Ритуль? Здрасте. Ритуль, это Надя. Надя, это Рита. Рита. Смотри, смотри, смотри. Бежим. Сидеть. Сидеть, я сказала. Надя, послушай меня. Надя, Надя, спокойно. Ты все не так поняла. Рома, ты... Нет, то есть, конечно, ты все так поняла. Но все совсем не так. Ну, точнее, не совсем так. Ну, ты... А вот это Захар. Муж Риты. Бывший. Да, бывший. Хотя ты, конечно, настоящая. Тепершняя моя жена. Ну, да. Неожиданная ситуация просто получается. А, Иголек, вот. Видишь, Надя приехала. Надя, я тут ни при чем. Надюша, Рита, воды принеси. Надя, Надюша. Надюша, Надюша, Надюша. Ну, может, хватит нас тут мариновать? Давайте я заплачу штраф по новогодним тарифам. И вы нас отпускаете. Штраф? Статья 126. УК РФ. Похищение человека полагается от пяти до восьми. От пяти до десяти. Отягчающее. Отягчающее? Точно. Обстоятельство групповое похищение. Да что вы несете? Какое групповое? Я же вам русским языком говорю. Он потерялся. Вот именно. Русским языком. А вы кто такой? Ни документов. Ни удоставления личности. Кто такой? Откуда взялся? Молчатец? Мирра! Маш. Я полковник российской армии в отставке. Костюм не мой. А я его не украл. А честно, выменял. Чтоб поздравить по-людски. Дед. С Новым годом. Дед. Давай. Расслабься. А вы симпатичны. И ты. Жанн, я начинаю. А вы и близнецы? Он не симпатичный. А похоже. А кто вы такие? Нет, пожалуйста, только не надо говорить, что вы настоящий полицейский. Замолчи, Жанн. Русик, Русик, я прошу тебя, проверь у них документы. Проверь, а не подозрить. Извините, да-да-да, девушка не в себе. Сами понимаете, Новый год. На самом деле симпатичный это я. Безусловно. Ну, кто ж спорит, вы оба симпатичны. Нет, нет, он не симпатичный. Симпатичный я. Безусловно. У меня фамилия симпатичная. Урмас симпатичный. А у него другая фамилия. Ах ты, мразь. Что? Э, куда? Руки на кусок. Вы живы! Перевывайте! Отпустите! Это мой парень! Господень кучись, успокойтесь! Я гоняю! Дед, ты что стоишь? Давай, я лечусь! Давай, я лечусь! Перечтаньте! Надя, на, я воды принес. Попей воды. Нет. Хорошо сидят. В смысле? Правильно. В смысле? По фэн-шуй. А-а-а. Слушайте, ну давайте успокоимся. Как-то Новый год. А мы спокойны. Правда, Захар? Ну давайте, ну как-то найдем выход из очень запутанной сложившейся ситуации. А я уже нашла выход. Надь, Надь. Черт. Отпукался. Слушайте, вы знаете, я тут в журнале прочитал про социальный статус жертвы. Знаете, что там написано? Что не каждая брошенная жена является, ну, старой девой. В сорока процентах случаев жизнь налаживается, становится прекрасна. Так что... Что вы несете опять? Что вы опять несете? Я пытался просто. Надюш, ну ладно, ну ладно. Надь, ну перестань плакать. Надюш, ну попей. Автомобиль рейнджровер красного цвета. Государственный номер. Е790 Ольга, Ольга 177. Прием. Распишитесь здесь и здесь. Если найдете, у вас есть моя визитка. Позвоните, если найдете. Господин Кучинский, не волнуйтесь. Все будет хорошо. С наступающим. Ну что, надо вызвать такси? Телефон в машине. Жанна, давай, телефон. А он в сумке. Ну сумка. А у машины? И что делать? Русик, я пи-пи хочу. Так, здесь мы будем ловить до утра. Пойдемте через сквер. Надо выйти к большой дороге. Я знаю, как не будет. Пойдемте. Пойдемте. У меня ножки болят. Ничего, ничего. Пойдемте. Русик, поцелуй меня. Поцелуй тебя, поцелуй. Вот сейчас поцелуй. Угу. Держи меня кремчик, мне страшно. Держи меня кремчик. Держи меня кремчик. Я буду ловить до утра. Держи меня кремчик. Пойдемте. Так, дамы, господа и Захар. Я думаю, что нам как-то нужно всем, наверное, объясниться, да? Оставить все эти недоразумения и неприятности в прошлом, проводить старый год, как-то встретить новый. Надя, пойдем, пойдем со мной же, дай мне руку. Садись, пожалуйста. Рита, Кляп. Прошу. Спасибо. Может, воды ему? Надя, сначала ты. Я понимаю, конечно, ты, наверное, себя сейчас считаешь пострадавшей стороной. Послушай, ведь последние несколько лет ты просто, ты просто надо мной издеваешься. Да? Надь, издеваешься. Ты даже этого не замечаешь уже. И знаешь, вот в этой ситуации, мне кажется, ты меня прости, пожалуйста, но я тоже могу себя считать пострадавшим. Так что ты извини. Теперь Захар. Захар, надо как-то принять эту ситуацию. Ну, вот такой вот, какая она есть. Ну, к сожалению, да, да, вот так вот вышло. Ну, мы же все здесь понимаем, почему вы бывший муж, а не настоящий, правда? Я так понимаю, что всех очень интересует основополагающий вопрос на данный момент. Спим ли мы с Ритой? Я отвечу. Не спим. Это вообще наше первое свидание наедине. Да, которое не удалось. Ну, как-то так. Выпьем, может быть? А теперь, что касается хозяина дома, Игоря и его подруги Лизы. Я расскажу, или ты сам? Рассказывай. Я, пожалуй, выйду. Да, давайте я вам покажу. У меня на втором этаже есть кабинет. Замечательный кабинет. Хороший. Много книжек. Очень занимательная история, между прочим. Какой ты, шеф, несуразный. Потому что жадный. Надо было другое такси вызвать, чтобы доставило меня по адресу. Если сам не можешь. Замолчи, Дин, ты без тебя тошна. Я же не представляю, как мы будем без него. Боже мой. Русик, я каблук сломала. Ничего. Купим новые. Пошли. А что ты такая мне такая равнодушная? Я не равнодушная. Я целеустремленная, осторожная. Ну, подожди. Ничего. И долго осталось. Последние метры. Или километры. Это конно-спортивный центр. Перспективный проект. А это что? Это? Это мой первый приз. Он раньше был сломан. Называется Зодчьи мечты. Лиза, почему вы решили уйти? Вы знаете, Игорь, мне кажется, что мы все время оправдываемся. Мы все время оправдываемся. Но перед кем? Перед кем? Я, например... Хотите честно? Попробуйте. Я постоянно оправдываюсь, потому что глупо поссорился со своей невестой. И совершенно об этом не жалею. Вот. Я сказал честно. Ну, разве эти глаза могут врать? Ну, вот. Вы смеетесь. Но вы же не серьезно? Да нет, я как раз серьезно. Какая красивая конструкция. А Вере не нравилось. Это дом. Дом моей мечты. Когда-нибудь я обязательно его построю. Конечно, построю. Тебя обязательно. Там даже интерьер есть. Ну, вы бы, наверное, все переделали. Нет. Здесь я вообще бы ничего не переделала. Очень уютно. Правда. Я бы перенесла его на побережье холодного моря, чтобы был контраст. Холод и тепло. Да. Холод и тепло. Я именно так его и представлял. Ну, все-таки очень важно, чтобы материалы, материалы и вообще все подходило друг к другу. Вы сейчас о чем? Я об утеплении и шумоизоляции. Вы как дизайнер меня понимаете? Да, я вас понимаю. И как специалист по фэншуи тоже? И как специалист тоже. Тогда давайте выпьем за нас. Ой. Вы в порядке? Я... Простите, пожалуйста, простите. Я... Я не специальный, честное слово. Я его... Так, спокойно. Спокойно. Я попытаюсь его склеить. Если получится. Пойдемте, пока вы еще что-нибудь не сломали. Так, он сломал. Осталось память потерять. Пойдемте, пойдемте. Что у вас случилось? Вы что кричали? Ничего, все нормально. Как у вас дела? Да тоже нормально. Говорили, пришли к соглашению, чтобы встречать Новый год вместе, а завтра... Вы не волнуйтесь, он никого не тронет. Да, Захар? Захар. Надь, пойдем-ка кофейку хлопнем. Угу. Так, надо выйти... выйти на улицу. Подожди. Да, я не против. Я только о вашей безопасности. Лиза, пойдемте на веранду. Какой-то у меня хороший. Сейчас. Какой-то у меня... Вот. Спасибо. Мне это нравится. Вот, ребятки, дорога. Еще чуть-чуть осталось. Русь... Русь... А пойдем к ним, а? Русь, пойдем поздравим людей с Новым годом. Только вы с ума сошли. Вот, вот, дорога. Давайте возьмем такси, поедем домой. Все. Не хочу домой. Там весело. Я хочу туда. Жанна! Пойдем. Пойдем туда, где весело. Дед! Дедушка, подождись, Егорочку. Жанна. Дедуля! Жанна! Ну, куда ты? Игорь, вы меня извините, пожалуйста. Я не хотела. Я просто не заметила. Ничего страшного. Нет, это страшно. Это же дом вашей мечты. И он искренне мне очень сильно понравился. А я его, я его разбила. Держите стакан. И не волнуйтесь. Вернее, волнуйтесь. Вы когда волнуетесь, вы милая и очаровательная. Давайте выпьем за... За наше знакомство. Вернее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Предлагаю почтить память о макет. Или вы не хотите? Нет, я хочу. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Надь, ты думаешь, мне легко? Нет, дорогая, извини, мне тоже нелегко. Тебе нелегко, Рома, потому что ты негодяй. Правда, Захар? Захар! Нашла кого спросить. Интересное дело. Ладно, я понимаю, меня жена довела. Но вы-то, Захар, интересно, вы как могли Риту довести до такого состояния, а? Помолчал бы, камикадзе. Ах ты мерзавец. Я мерзавец? Это еще почему? Потому что я хочу быть человеком, а не мебелью или частью твоего гардероба. Понятно? Специально для филологов. Я хочу быть существительным, а не прилагательным, ясно? Что ты меня подлежащим стянешь? Что ты меня подлежащим стянешь, а? Эй, эй, эй! Успокойтесь! Идиот. Вы сумасшедшие, что ли? В доме, в доме девушка без памяти, а вы? Как там Лиза? Надя, Лиза хорошо, ей Рита помогает. Так, внимание, с этого момента, мы все прекрасные семейные пары. Вместе в этом доме встречаем Новый год. А ты типа жених? Да, Надя, я типа жених. А вы мои друзья. Вы же мои друзья. Я? Угу. Захар. Согласен. Не гожи девицу, а то на Новый год оставляйся. Не по-люске я-то. Лиза отмокает, одежда сохнет, в ванной висит халат, стоят тапочки и Лиза удивилась, что это ее. Светлана, все. КОНЕЦ А-а-а! А-а! А-а-а! Режим! А-а-а! А-а-а! Младдь! А-а-а! А-а-а! Жан! 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 Что ты похожа? Ну все, 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 все! Я поборосил! Жан! Пойдем! Пойдем! Я хочу праздника! Какой праздник? Пойдем! Дайте мне выпить! Дайте! Дайте ей выпить! Ура! Рубочка, отнеси, пожалуйста, эту вазочку на кухню Риточке. Конечно, моя заботливая Зайенька. С огромным удовольствием. Захар! Ну я так и думала, кто еще мог разбить такой прекрасный шар? Только мой Захар. Мой Захар? Угу. А ну убери это. Добрый вечер. Странно. А это мои вещи? Я похожа на зефир. Ты замечательно выглядишь. А вы мои друзья? Наши друзья. А ну что, придется заново познакомиться? Это Надя. Это Рома. Надя бизнесвумен. Рома финансовый аналитик. Старший аналитик. Наденька просто очень гордится моими успехами на работе. Которые случаются очень редко. Я имею ввиду работу. А вот что касается личной жизни там, да. Угу. Это Захар. Захар и Рита. Захар у нас филолог. Рита его жена. Суженая, ряженая. А Надя у нас самая остроумная. Не по годам. Странно, почему я вас не помню. Да, действительно странно. Как вы могли нас забыть? Мы же такие не забываем, особенно Наденька. Правда, Надя? Он с Ромой не сравнится. Вот он действительно умеет удивить. А вы, простите, кто? Я твой жених. Мы на ты. Ну, ты понимаешь. Мой жених? Да, вот он. Смотри, какое кольцо тебе красивое подарил. Я невеста? Мне на кухню еще надо. И мне нужна помощь. Холонь! Иди, я пособлю, Рита. Игорь, послушай, у вас посуда еще есть? Посуды не хватает. Принесите что-нибудь. На чердаке. А где чердак? А, нет-нет-нет, Лизонька. На чердак тебе ходить не надо. Мы сейчас с Надей сами туда пойдем и все принесем. Правда, Надюш? Да, хорошо, мой милый. Пойдем с тобой на чердак. Пойдем. Игорек, может быть, ты сам как-нибудь, а? Иди, иди. Идите, идите. Ребят, если услышите странный звук, знаете, я не сам упал. Конечно, не сам. Что ты вообще сам можешь? Руслан. Игорь. Игорь. А где мои вещи? Сохнут. Тихо, тихо, хватит. Мы уже с тобой договорились. Я сейчас с тобой договорюсь. Что ты так это не договаривалась? Надя, ну прекрати меня бить. Что за дурацкая привычка? Как дураки. Правда. О, гляди-ка. Да что ж ты, это же Иван Иванович. А, точно. Точно, Иван Иванович. Живой. Я думала, Игорь ее давно выкинул. Да как можно выкинуть Ивана Ивановича? Сафа, иди сюда. Ты иди, ты сюда. Господи. Ну? Все? Все. Успокоилась? Да. А мы ведь с тобой на этом диване. Первый раз помнишь. А как мы познакомились? Это было очень романтично. Ну, я надеюсь. Но как и где мы познакомились? В цирке. Я там работаю? Нет. Ты специалист по фуншую. Красивый набор букв. Это не просто набор букв. Это дело всей твоей жизни. Правда? Я люблю стихи. Прости, ты что-то сказал? Сказал, я люблю стихи. Рит, ну, я полюблю, ну, если надо, я полюблю. Если хочешь, я так полюблю. Кого ты полюбишь? Не знаю, ну, театр, кафе, рестораны. Ну, хочешь, суши полюблю. Ну, если надо. Рит. Помолчи. Рит. Ну, что еще? Если бы я сегодня не приехала, ты бы... Надя, успокойся. Все. Все, успокойся. Ничего бы не было. Ничего не могло быть между нами с Ритой. Неужели ты не понимаешь? Конечно, конечно. Ну, перестань. Просто... Общение какое-то. Общение? Да, ведь у нас с тобой давно уже не жизни, а... А что? Ну, черт знает что, Надь. Так. Совместное проведение одиночества. Вот и все. Рома, я думала, что моя карьера – это наш успех. Только все это были твои успехи, Надь. Я, конечно, радовался тому, что с тобой происходит. Потом однажды ты меня... отстегнула, как ненужный балласт. И вверх улетела, а я один остался. Ты создаешь потоки сил и управляешь ими. Вот. А потом так ставишь вещи, что эти потоки сил, ну, пересекаются. Но, но, не все эти потоки сил должны пересекаться. Понятно. Правда, понятно? Правда. Я занимаюсь какой-то елендой. Да. Смотри. Хороши. Игорь их все сохранил. Ой, сколько же это лет назад было. Летство. Да. А мы крутые были, да? Да. Игорь сейчас крутой. А я нет. Какая же ты красивая. Да-да. Так и была. Самая крутая девчонка на районе. Да. Так и было. Да, ты и сейчас. Ты и сейчас самая крутая. На районе. Иван Иванович, пришел. Halloween, пожалуйста. Иван Иванович, пришел. Иван Иванович, пришел. Игорь, а ты охотник? Я нет. Отец увлекался охотой. А ты очень любишь кино. Мало кто не любит кино. Ты любишь российское кино. Правда? Да, особенно комедии. На наше первое свидание мы пошли в кино. Ну и что было после кино? После кино было еще. Все? Ну как? После кино я проводил тебя и все. А где я живу? Ты живешь, послушай, твой врач сказал, чтобы я не перегружал тебе информации. Ну а где фен? Я могу узнать? Конечно, можешь. Она хорошая. Я точно знаю, она хорошая. И Лиза хорошая. И Лиза хорошая. Я ее любил. Честно любил. И честно любить нельзя. Прав. Уважаю. Как так получилось, что я стал негодяем? Как? Где же нормальный парень? Веришь? Вижу. Вот. Вот тут между двух сотен затерялся. Жанну люблю. Мне перед Лизой неудобно. Мужчина должен любить женщину. Потому что он мужчина. Мы не должны их обманывать, потому что он мужчина. Ну. За мужчину. За женщину. За женщину. За женщину. За женщину. Рита, Захар. Фен не видели? Нет, не видели. Нет. В ванной точно нет. Кто здесь так ужасно расставил вещи? Лиза, ты расставила. И мне все нравилось? Ну, что-то нравилось, что-то не очень. Ну, в основном нравилось. И вот это нравилось? О. Это индустриальная роза. Смотри, здесь лампочка, фонарь и подсвечник. Сочетаем несочетаемое. А это что? Это инсталляция «Ветер перемен». Берешь, включаешь в розетку. О, фен. Спасибо. Нашли. Фен. Ну, что? Как? Ну, вроде нормально. Ну, ты сильно голод, девчонки, не морочь. Ой, я, честно говоря, прям, знаете, я прям не могу себя сдерживать. Захар! Захар, хватит валять дурака. Людей пугать. Смотреть на тебя стыдно и тошно. А еще детей просишь. Дура ты, Рита. Зря мужа обидела. Однём-то останешься. Не, ну, правда, енот. Ты чего? Это уж слишком. Захар? Захар! Захар, открой, пожалуйста. Захар, я тебе что-то скажу. Рита, дай я с ним поговорю. Нет, еще хуже будет. Ну, только что из ванной простынешь. Нет, это не по себе. Воздухом подышать хочу. Смотри. Вон там. Вон там. Мы построим свой дом. Двухэтажный дом. С огромной террасой. Поставим там качели. И теплыми летними вечерами будем там кататься. А рядом мы поставим маленькую-маленькую беседку. Будем пить чай с медом и лимоном. И любоваться на закат. Ну-ка, полегче, не замерзла? Не знаю. Пойдем ему в дом? Ну как? Да пока никак не выходит. Почему не выходит? Как? Да никак. Заперся не отвечает. Стучали, звали. Тишина. Слушайте, а может он там это, того? Чего того? Ты чего, Милиш, там? Лизу испугаешь? Пошутил? Вы что? Шутник. Мне надо было врать. Я трус. Трус не признается. Слушай свое сердце, оно не подведет. Выпрямись. Выпрямись. Посмотри, кого ты там видишь. Жанну. И что она делает? Танцует. Танцует. Для кого она танцует? Для меня. А я станцую для нее. С ней. Жанна. Жанна, я к тебе. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Спасибо. Спасибо. За Новый год, пусть все обиды и ошибки останутся там, посади. И можно было начать все с нуля. Вот. Извините. Сызна вообще надо. Да, ну, чтоб все плюски было, как у людей. Ну, чтоб один раз и навсегда, чтобы душа в душу. Да? За семью. За семью. За то, чтобы все прояснилось. Ну, наконец-то смог сказать, что это прилично. Ой. Ой, аккуратно. Давай, пыта. Еще. Попустим. Все, все, все. Сделай звук подромче. Ну. Ну же. Смелей. Ну. Ой, ой, ой. Ну. А-а-а-а-а. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Доброе утро! Добро пожаловать в Казахстан! 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 А, да. Пожалуйста. Ну, с наступившим вас Новым годом. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Привет. А где Лиза? Лиза уехала. Она очень милая. Она мне понравилась. Ну, конечно, не так, как кольцо. А куда она уехала? В смысле? Слушай, я все поняла? А, ты хотел сделать сюрприз. Произошло нелепое событие и, ну, ладно. Ты испортил мне Новый год. Ладно, я тебя прощаю. Поехали. Такси ждет. Куда же она уехала? Она же ничего не помнит. Игорь, послушай, я переступила через себя и я здесь. Лиза ничего не помнит. Эй! Что, провел ночь с девушкой и не остался в ее памяти? Вер, тебе когда-нибудь приходило в голову, почему мы были с тобой вместе? Ну, у нас много общего. Интересы. Вкусы. И все. Ну, мы вращаемся в одном кругу. Вера, я не хочу всю жизнь вращаться в этом кругу. Простите, вы лучше уйти. Вера, такси. Вера? Ты что, меня бросил? Игорь, я если уйду, я уже больше не вернусь. Ура, такси. Ты что, меня бросил. Игорь, я оставил её. Игорь, я оставил банку в доме. Игорь, я помню. Не бойся на все, что я не знаю. Ура, я не могу. Ура. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Приятного аппетита! Вкусно? Да. А где Лиза? Лиза ушла. Она просто увидела Веру и ушла. А кто такая Вера? Вера, это невеста Игоря. Бывшая, походу. А Лиза? А Лиза ушла. А где сейчас Вера? Господи. Ну какая разница, где сейчас Вера? Какая разница? Главное, где сейчас Лиза? Боже, что Вера это очень лично. Игорь, позвони Вере, то есть Лизе. Куда? Куда я буду звонить? Я ничего не успел, а не узнать. А надо ехать туда, где вы встретились первый раз. Лиза наверняка там. Ребята, собираемся и едем искать Лизу. Игорь, не волнуйся, все будет хорошо. С Новым Годом у вас. Сейчас я вам подарочек. У вас так же. Подарочек сейчас. Нет, 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 не надо. Спасибо. О, телефон нашел. Счастливо. Игорь, а все-таки не могу понять, если тебе так понравилась девушка, ну почему ты не взяла номер телефона? Не знаю. Ну или хотя бы не узнала, где она живет. Или работает. Работает в салоне фэн-шуэ. Ну что это? Может быть, обзвонить все салоны? Первого января? Ну попробуй. А что, этот синий мини ее, что ли? Да. А что ты номера не запомнил? Не знаю. Алло, папа, с Новым Годом. Привет. Пока, с наступающим. Все, пока. Да ладно. Спасибо, Артем. Спасибо. Все, счастливо. Мы с друзьями Новый Год встречали. Сейчас в Москву едем. С Новым Годом. Скажи, откуда тебя забирать? А, ага, поняла. Ну мы скоро будем. Целую. Пока. Рома, папа приехал. Едем? Угу. Йосиф! 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 Простите, может вас подвезти? Спасибо. Сейчас за мной приедут. Ну ладно. С Новым Годом. С Новым Годом. А за окнами зимы пух, вновь осенний приняла пост. У него следы ее пух, у нее букет из трех роз. И навсегда светлые чувства останутся здесь и навсегда. Смотри, не папа? Васильич, ты что? Здорово, Ром. Здорово. Здорово. Папа? С Новым Годом, дочка. Ты кольцо забыла. А оно было куплено не мне. Ты все помнишь? Что-то вспомнила, а что-то... И дрожала от свечи тень, и метался в простынях стон. Тихо месяц над землей плыл и дышала за стеной ночь. Скоро будет у нее сын, скоро будет у него дочь. И навсегда светлые чувства останутся здесь и навсегда. А если я что-то не вспомнила, что будет? Не знаю. Не знаешь? Но думаю, что все будет хорошо. С тобой? Да. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!